На конкурсе, который проходил второй год подряд, собрались лучшие кондитеры и бармены Барнаула, Белокурихи, села Алтайское и не только. Гости и жюри оценили пихтовый десерт, глинтвейн из шиповника, мусс из кокосового молока, пироги с лисными ягодами и травяные чаи. Кстати, все напитки безалкогольные, но при этом согревающие. Бальзам идет на основе вишневого концентрата с добавлением красного корня, золотого корня и шиповника. В жюри оценили внешний вид блюда, его подачу, вкусовые качества и даже способ приготовления. Но главное, по словам судьи московского фуд-продюсера Василия Емельяненко, оригинальная идея. Я по себе всегда сужу, я просыпаюсь и думаю, ах, идея, вот это выглядит должно вот так. И тогда гость, то бишь вы, приходите и идите и говорите, офигеть, как классно, потому что я вас этой идеей заражаю. Когда она здесь родилась, в сердце в уме, я ее реализую и она всегда выигрышна. На тарелке, чем просто, там кто-то, так, что же сделать, эклер французский. Да, я вот живу в Алтае, я его гречкой начиню, но алтайская же гречка, наш продукт. Зачем французский эклер начинять гречкой и алтайской? В чем смысл? Кстати, многие повара сошлись на том, что Алтай ассоциируется у них именно с ягодами и яблоками. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжение следует...